День защиты детей День защиты детей С таким размахом детский сад его отмечает впервые На этот раз за праздник взялись представители Акватеха Мы встречаем 24-е лето в детском саду Впервые такой грандиозный праздник В нашем детском саду сказка Это все благодаря нашим шефам Взять шефство на детским садом предприятие Акватех решила полгода назад Их усилиями в сказке в прошлом году появился каток Сегодня помимо представления они приготовили для малышей подарки Вкусные призы и развивающую игру азбука дорожного движения Дети всегда нуждаются в нашей заботе, любви, защите Что мы несем за них большую ответственность То есть дети все-таки вклад в наше будущее В детский праздник не остались без внимания и воспитанники «Ласточки» Там детей все утро извлекал тандем «Чупы и чупс» Клоуны провели с детьми конкурсы, танцевали и пели Гвоздь программы – запряженный в повозку конь Руслан Ласточкам он хорошо знаком Питомец конного клуба «Сивка и Бурка» здесь частый гость У нас с Масленицей мы катаемся на лошадях Вот в этом году нам предложили еще на 1 июня Мы с удовольствием согласились Потому что дети любят животных И это общение, это радость И праздник для детей Поздравления с Днем защиты детей Зареченские ребятишки принимали и на бульваре Олещенкова Здесь несколько дней подряд обитали сказочные персонажи Актеры театральной студии «Лицей» развлекали детей Фотографировались с ними и приглашали на цирковое шоу студии «Арена» Алина Мулоянова, Антон Куряков, Иван Козырев Детали дня Общественной организации «Память сердца» исполняется 5 лет За все эти годы ей удалось объединить 486 человек Детей погибших отцов в годы Великой Отечественной войны Благодаря работе этой группы энтузиастов Десятки людей Наконец узнали судьбы своих отцов, дедов и прадедов А кто-то ведь под гусеницами там и остался Вот так его перемешали с грязью, с глиной И написали без вести пропавших А вот герои... Владимир Петрович – один из 500 зарегистрированных в организации людей Сирота войны Все они здесь ради доброго дела – помочь таким же детям, погибших на войне отцов За 5 лет общественная организация добилась для многих пенсионеров ветеранского статуса Выбила бесплатные путевки на отдых, бесплатные консультации на лечение в областном кардиоцентре Но основная заслуга Совета – поиск ушедших в неизвестный солдат Миллионы людей получили тогда бумагу со строкой «Без вести пропал» И только спустя 6 десятилетий народ решил докопаться до истины «Память сердца» тесно сотрудничает с отрядом поисковиков Таким образом удалось найти могилы родственников для десятки зареченцев Любовь Жижина спустя 60 лет узнала, что ее отец погиб в концлагере в Литве За помощью в поиске и по другим вопросам в Совет обращаются люди даже из других городов Члены организации теперь поставили задачу напомнить государству о своем босоногом детстве Никто о нас не помнит, государство нас забыло Мы как будто бы не дети погибших, а слоны свалились Но бог ты мой, пусть даже о нас не вспоминают, но нужно Если нас не помнят, то не помнят, простите, и наших отцов Это значит, отцы воевали, отдали жизнь за родину, за своих матерей, жен, детей Рассчитывая на то, что дети и родные не будут забыты государством Наша цель этой организации достучаться до власти правительства О том, чтобы эту организацию, то есть этих детей признали на уровне государства Воспоминания из жизни детей-сирот войны, их колотное детство, их слезы и одиночество Смотрите в программе «Детали дня» Со следующей недели мы запускаем цикл репортажей о людях, которые спустя десятилетия готовы рассказать о своей тяжелой судьбе Следить за работой депутатов горожане теперь смогут прямо из дома, с помощью видеокамеры Сегодня ее установили в конференц-зале администрации Ближайшие заседания народных избранников зареченцы смогут увидеть в прямом эфире на мониторах своих компьютеров Прелесть онлайн-технологий оценил Александр Кузнецов Неожиданное решение, личное мнение, высказывания и даже жесты депутатов станут достоянием общественности Все детали, которые раньше были доступны только журналистам и гостям Думы Теперь сможет увидеть каждый желающий прямо здесь, на экране своего компьютера, в режиме реального времени С инициативой вести прямые трансляции заседания Думы выступил городской телецентр Прежде всего для того, чтобы дать возможность жителям города познакомиться с новыми депутатами и изучить их работу Самые главные вопросы жизни заречного решаются именно на Думе, подчеркнул директор телецентра Александр Воробьев А потому жители должны видеть и знать, как и кем они решаются Важно, что именно в режиме прямого эфира, потому что из прямого эфира нельзя ничего вырезать, ничего нельзя добавить, нельзя как-то интерпретировать это То есть каждый житель города сможет наблюдать за этим и самостоятельно делать выводы о работе депутатов Поддержали эту инициативу и в руководстве Думы Глава Заречного Василий Ланских отметил, видеонаблюдение дисциплинирует взаимодействие депутатов и поведение присутствующих на заседаниях гостей Кроме того, камеры позволят сделать работу Думы более прозрачной Желательно, чтобы все происходило, все эти заседания, они в открытом режиме Чтобы каждый человек для себя сам принимал решение, которое будет наблюдать за происходящими, за этими событиями С тем, чтобы мог сам оценивать, как тот или иной депутат принимает решение, как он работает на заседании Думы За прозрачную законодательную власть выступили большинство депутатов Народные избранники уверены, горожане смогут оценить их работу только после того, как увидят ее своими глазами Вопросы, которые обсуждаются на Думе, они бывают зачастую, практически все затрагивают очень существенные стороны жизни городского округа Когда люди будут это видеть, что происходит, как обсуждения происходят, я думаю, они больше будут понимать Многие депутаты шли именно под лозунгом открытости работы местных органов самоуправления, в том числе и Думы И лозунгом доступности к информации, что творится на Думе, какие вопросы решаются Это один из наилучших вариантов реализации вот этих вот предложений Следить за работой народных избранников будет веб-камера Трансляцию с нее горожане смогут увидеть как в интернете, на сайте зар.тв.ру, так и по телевизору Информационный канал, который сегодня доступен зареченцам в виде телегазеты, тоже будет вести онлайн-трансляции Первые тесты нового оборудования телевизионщики уже провели Проверка показала, и изображение, и картинка пригодны для нормального восприятия Посмотреть на работу депутата в прямом эфире зареченцы смогут уже 7 июня В объективы камер попадет пятое заседание городской думы Трансляция начнется в 15 часов по местному времени Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев, Детали дня Пикантный вопрос Вечерний обитатель бульвара Лещенкова вынужден скитаться в поисках туалета Удобство приходится искать под балконами ближайших домов В результате жители страдают от запаха и постоянного шума под окнами Вот днем хорошо, а вечером, когда молодежь собирается, часов 6 до 12 будут ходить, ходить, ходить в туалет Вот я вам покажу, тут даже тропинка есть, куда в туалет ходят И никакое замечание не сделаешь, значит, все, тебе тут же снимают свои штаны, как по-русски сказать, и показывают Тропинка действительно есть По ней ходят целые компании, рассказывают местные жители От глаз прохожих людей скрывают стены двух домов Самые стеснительные спускаются справить нужду вот в этот подвальчик Когда дверь была открыта, заходили прямо внутрь Сейчас довольствуются ступеньками Ходят сюда как молодые люди, так и взрослые Некоторые даже предлагают деньги местным жителям за беспокойство Говорят, просто нет выбора, здесь самое удобное место Жители этих домов грозятся обливать нарушителей порядка кипятком Возможное решение этой проблемы пока еще обсуждается Возможная перспектива – строительство туалета в одном из расположенных рядом домов Завтра, начиная с полудня, будет перекрыто движение транспорта через городскую площадь Там будет проходить очередной велофестиваль Поехали! Это уже шестой ежегодный велофестиваль в Заречном Регистрация участников начнется в 10 утра возле одного из торговых центров В полдень состоится старт Участники двинутся колонной от улицы Ленинградской в сторону городской площади В час дня пройдут показательные выступления по велоэкстриму Сразу после этого зареченцы смогут поучаствовать в спортивных конкурсах И, конечно, прокатиться на экзотических самоделках Вело-Вездеходе, Вело-Харлее и Бибикаре Детали дня переходят на летнее время Начиная с понедельника смотрите новости Заречного по вторникам и пятницам А каждый четверг в эфире нашего канала – детали года Редакция Заречный ТВ предлагает вспомнить все, что радовало и огорчало нас Самые горячие, шокирующие, печальные и незабываемые темы Мы подобрали для вас самые интересные сюжеты, выходившие в эфир с сентября прошлого года и до настоящего времени Смотрите детали года каждый четверг в 19.30 на нашем канале А самые актуальные и свежие события отыне будут выходить по вторникам и пятницам в программе детали дня На очереди наша традиционная рубрика «Требуется семья» Сегодня мы расскажем об Оксане 13-летняя девочка уже четвертый год живет в Зареченском детском доме Заряжает позитивом и хорошим настроением весь коллектив Ни один праздник, ни один семейный вечер не обходится без выступлений юной актрисы и ее светящейся улыбки О талантах и мечтах – наш специальный репортаж Рисунки, вышивки, вязаные носочки – все это творение Оксаны Ее творческому любопытству нет предела Девочка попробовала себя в разных занятиях Этот женский портрет – первая попытка вышивать Девочка делится много труда и терпения потребовалось, чтобы сделать цветы в руке А вот над образом Иисуса Христа юная рукодельница трудится уже третий год Теперь работы осталось на неделю Я планирую эту работу отправить на городской конкурс, чтобы она заняла там первое место Потому что там же редко, когда бывает вышивание Там только вот выжигание, вязание, а вышивание там очень редко И то вышивают как бы маленькие картинки Наград у Оксаны уже целая стопка Эти синие корочки хранят грамоты и дипломы за спортивные достижения, за успехи в учебе, за творчество и талант Здесь же первые рисунки – открытки для друзей и начатые анимации к мультфильму про кота Художественный талант девочка планирует применить и в будущей профессии В детстве, очень давно, лет четыре, я хотела стать доктором Очень любила медицину А теперь, ну как бы, исчезла уже эта мечта А, нет, к лет семи я хотела стать принцессой Ну, ходить на балы там, чтобы у меня принц был А теперь мечтаю быть дизайнером Ну просто, как бы, шить одежду на людей И чтобы они, как бы, показывали эту одежду Оксана четко видит свое будущее Швейная мастерская, подиум, модели и море цветов после показа очередной коллекции Пока будущий модельер обшивает своих кукол В планах у девушки – придумать наряд для себя Воздушная, какая-нибудь белая На лето Чтоб красиво было Красивая и улыбчивая Оксана Как называют ее воспитатели В детском доме в качестве затейника Она любит организовывать праздники Любит выступать, может и спеть, и станцевать Оксана – душа компании, и в радости, и в горе поддержка В детском доме ее лучшая подруга Аня Они всегда везде вместе, навеки Утверждают девочки Вот мы делаем тоже, ну, работу вот На областную выставку Вот мы тоже вместе делаем, коллективно Ну, мы везде, вообще, везде вместе Хорошо учится в школе Самостоятельная, очень веселая, очень активная Любит всех организовывать Привлекает их к различным концертам Посещает кружки в Центре детского творчества У нее все здорово получается Тоже творческий человек Многое доверяем ей И она с этим очень хорошо справляется Дружим Единственное, чего не хватает сегодня Оксане – мамы с папой Девочка мечтает радовать и удивлять их своими достижениями И когда она станет настоящим дизайнером В числе первых гостей показа – видеть именно семью Если у вас есть желание принять участие в жизни девочки Звоните по телефону 314-39 Екатерина Танких, Мария Морозова, Антон Коряков, Иван Козырев Детали дня В выходные в Заречную придут дожди Подробный прогноз смотрите далее Информация предоставлена в портал «Мгисметео» В выходные будет пасмурно В субботу ночью температура воздуха плюс 16 Дневная температура достигнет отметки 24 градуса выше нуля В воскресенье станет значительно теплее Ночью плюс 17, днем до плюс 28 Ветер преимущественно южный 2-3 метра в секунду Временами штиль Атмосферное давление в субботу стабильное 740 миллиметров ртудного столба В воскресенье незначительно упадет Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня Далее смотрите проект «Карнавал Лайф» Выпуск 1997 года А я с вами прощаюсь Увидимся во вторник в 19.30 на канале Заречной ТВ Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова